Всем привет! Сегодня мне в руки попалась еще одна замечательная игрушка времен СССР, которую изготовили в незапамятные для многих времена. Сделана в СССР. Средневолновый приемник с питанием от 9 вольт и с приятным названием юность 102. Конечно, к первому классу этот приемник не относится. Это был даже не радиоприемник, а конструктор, который давно-давно я собрал своими руками для своего братишки. Сейчас этот приемник, как и многие игрушки тех времен, немножечко не работает. Вот эту печатную плату с деталями мы с братишкой вместе собирали и пропаивали вручную, чуть ли не на коленке. Давайте посмотрим, что же там осталось. Ну, как видите, все чудесно сохранилось. Достаточно современные транзисторы, практически нержавая звуковая головка и даже не вздувшиеся электролитические конденсаторы. Не хватает только антенны. Скорее всего здесь устанавливался ферритовый стержень либо пластина с намотанными средневолновыми обмоточками. Питание радиоприемника было от кроны. Выводы питания вот они сохранились хорошо. То есть, в принципе, этот приемник ремонтопригоден. Осталось мне только найти живую ферритовую антенну, намотать на нее обмотки средневолнового диапазона. И радиоприемник, я надеюсь, зазвучит. Я постараюсь его отремонтировать и извлечь из него звуки. Когда это получится, я сниму следующее видео, чтобы показать вам, что вышло из этой затеи. Сегодня я продолжу восстанавливать работоспособность приемника ЮНОС-102. Это конструктор, который выпускался во времена СССР. Я уже раздобыл крону, разъемы питания. Из другого сломанного приемника я взял вот этот ферритовый сердечник для антенн, намотал на нем 80 витков эмалированного провода 0.1 для резонирующей катушки и 25 витков вторичной обмотки для выхода на усилитель. Теперь мне осталось все это вместе спаять и проверить, насколько будет работать усиливающий каскад. Делать я это буду навесным монтажом. Процесс пайки не самый интересный, но я уже припаял антенну вот этому конденсатору переменной емкости и крепление к батарейке. Теперь я собираюсь проверить, насколько исправен усиливающий каскад. Я подам питание и попробую поднести пальцы ко входам усилителя. Обычно это вызывает низкочастотную генерацию. Иногда у меня получалось, даже взявшись пальцами за провод, поймать какую-нибудь радиостанцию. Попробую сейчас. Ну вот, каскад усилителя проверен. Теперь можно собрать приемник в корпус и попытаться настроиться на какую-нибудь радиостанцию. Ну вот так вот аккуратненько разместились все действующие элементы этого радиоприемника. Антенна хорошо легла в корпус, хотя она не родная. Батареечку я подключил. Можно закрывать крышку. Ну а теперь самое главное. Попробуем включить его и настроиться на музыку. И вот наступает момент истины. Включаем. Пока ничего не слышно. Увеличим громкость. О, есть сигнал. Так, попробую повращать. Так, более тихо. Но пока что я слышу только наводку. Теперь попробую поймать какую-нибудь радиостанцию. Чувствительность неплохая, но слышны только помехи. Ну что ж, уже неплохо. Очевидно, я ошибся в количестве витков и попал в длинноволновый диапазон. Сейчас я собираюсь уменьшить количество витков резонирующей катушки и исправить это положение. Все-таки приемник у нас средневолновый. Ну вот, я исправил немножечко катушку резонирующую. Правда, у меня было два неудачных эксперимента. Я не смог поймать диапазон, но в конце концов мои терзания увенчались успехом. Вот, теперь я снова могу продемонстрировать вам, как этот приемник, ну, почти работает. Давайте включим. Так, как бы вот, поудачнее расположить. И попробуем настроиться. Ну вот, уже что-то есть. Настройка не очень удобная. Конечно, это конструктор, но все-таки слышно. Вот. Ну, к сожалению, это не Россия. Живем мы на Дальнем Востоке. Работает. Принимает. Китайская станция. Попробуем поймать Японию. Она у нас тоже хорошо ловится. Как и Корея. Очевидно, у них более мощные радиостанции, чем наши местные. Продолжение следует... Иоголом. увы больше ни одной радиостанции кроме самой мощной китайской мы не поймали но все-таки приемник работает я его восстановил чем и горжусь всем пока